— Который? — Води разбери, они все на одно лицо. — До которого паковать-то? Или всех? — Я тебе дам всех, — мгновенно рассверепел майор Мишаков. — Накатают на нас телегу, будем до пенсии рапорта писать. Он огляделся по сторонам. Комната была огромной, окна в пол, стены нештукатуренные, красного кирпича с серыми прослойками цемента. Мать твою за ногу, полы деревянные, доски все неровные, такие полы были у Мишаковской бабки в бараке на Таганке. Мебель тоже причудливая, словно пьяный деревенский столь растрогал. Одним словом, обстановка богатая, современная. Кругом портреты, и на всех знаменитый рэпер Парадонтос. То по пояс голый, руки и торс в наколках, то в экстазе на сцене, то за рулем кабриолета, то верхом на арабском скакуне или мотоцикле. Портреты отличались невиданным разнообразием. Писаны красками, выложены лампочками, набиты на досках гвоздями, сконструированы из тонких проводков. Мишаков засмотрелся на один, как раз из лампочек, хмыкнул, покрутил головой и огляделся как следует. По всей комнате на диванах, на полу, на столах и креслах лежали вперемешку бабы и мужики. Они спали. Некоторые стонали и храпели во сне. «Кто тут есть Александр Галицкий?» — гаркнул Мишаков. «Отзовись». Какое-то тело на ближайшем диване шевельнулось, голова, вроде женская, поднялась и упала. «Принесите минералочки», — простонало тело. «Там есть минералочка на кухоньке. Который Галицкий?» Сандро разлепил глаза. Потолок моментально стал валиться на него, и глаза пришлось закрыть. «Я сплю», — сипло выговорил Сандро. В горле першило, из желудка подступало нечто вовсе нехорошее. «Отстаньте!» Он попытался повернуться, у него не получилось, и надвинулся отвратительный запах то ли табака, то ли чужой одежды, и кто-то крепко взял его за плечо. Сандро замотал головой, чтобы не чувствовать запаха. Желудок полез куда-то вверх и вбок. «Вы, Галицкий!» — и нечто железное впилось Сандро в плечо. То ли от этого железа, то ли от запаха, который стал невыносимым, страдальца стала корчить. Он закашлялся, с трудом сел, и тут его вырвало. Рядом заорали и заматерились. Сандро, которому немного полегчало, взялся обеими руками за голову, стараясь, чтобы она не качалась. Качка была ужасная. «Ты смотри», — удивленно сказал рядом густой, как гудение навозной мухи голос. «Это Шон и есть». «Кто?» «Рэпер, как его, ну, знаменитый. Он еще в прошлом году все батлы взял. Парадонтос, точно. Вот этот». «Где?» — недоверчиво спросил майор Мишаков, подбородком показал на страдальца и поморщился брезгливо. «Слышь, чувак, ты рэпер или ты Галицкий?» «Вы кто?» — выдавил из себя Сандро и поднял на них воспаленные глаза. «Вам кого?» «Ты Галицкий!» — Сандро кивнул. «Александр Михайлович?» — тот снова кивнул. Его сильно качнуло, и майор проворно отскочил во избежание. «Паспорт есть?» Сандро полез во внутренний карман бомбера. Он спал в куртке, нашарил паспорт и протянул. «Что вам нужно?» «Тебя нам нужно, тебя, милый», — сказал майор Мишаков. «Давай, давай, поднимайся потихонечку и поедем. Лейтенант, ты с той стороны, а я с этой. Ну, раз, два, взяли». Сандро ничего не понял. «Кто? Поедем? Куда поедем?» Он сообразил, что его куда-то волокут только в лифте. Да и то, потому что неожиданно увидел прямо перед собой отечную щетинистую желтую физиомордию, свою собственную. Ужас какой, — выговорил Сандро, разглядывая себя в зеркало. «Это кто там?» «Ты вчера как зажигал-то?» — спросил рядом майор Мишаков. «Пил, нюхал, кололся? Или все разом?» «Я не кололся», — вяло взразил Сандро. «Хороший мальчик», — похвалил майор. Потом Сандро ничего не помнил. Его качало и бросало из стороны в сторону, и он решил, что плывет на подводной лодке, и вот-вот начнется бой с противником. Кажется, его еще раз вырвало, потому что вокруг опять заорали и заматерились, и кто-то ударил его кулаком под ребра. Больно. Он осознал себя в тесной комнате на три стола. За столами сидели какие-то люди, и пахло отвратительно. Сандро всегда был исключительно чувствителен к запахам. «Галецкий Александр Михайлович», — говорил один из сидящих за столом. «1983 года рождения. Родились в Москве. Проживайте тоже в Москве. По адресу дайте попить», — попросил Сандро. Ему было плохо и очень жалко себя. «Там на кухне в холодильнике минералка. Принесите, а?» Сидящие за столами дружно заржали, как будто по телеку показывали финал КВНа, а он был капитаном команды. «Ну чего, Александр Михайлович, будем признаваться?» «Вот признаемся и в камеру. А там кран, а в кране водичка». «Водичка», — с надеждой повторил Сандро. «Не он это», — сказали в дверях. «Он, я тебе говорю. Тот такой холеный, а этот облезлый. Он с бодуна просто. Облезешь, если столько выпьешь». Сандро с трудом оглянулся, потаращился в сторону двери, ничего не разглядел и опять повесил голову. «Да ну, товарищ майор, гиблое дело. Он до завтра не того, не оклемается. Мне ждать некогда. Бланки давай, Павлуш». Сандро морщился и вздыхал, не понимая, почему эти люди никак не сообразят подать ему холодные минералки, аспирина, льда в салфетке приложить к виску. Почему не проводят в спальню, где он сможет хоть глаза закрыть? И уж совсем непонятно, куда они дели Маргариту Степановну, которая уже давно догадалась бы все это проделать. «Ну, будем признаваться-то». «Да не спи ты, чувак, в камере выспишься. Ты дедулю прикончил. Говори, ну...» И опять удар под ребра. Сандро задышал открытым ртом. «Товарищ майор, вы поаккуратней. Вдруг он это... он... рэпер знаменитый. Плевать, я хотел, рэпер он или кто. Я знать хочу, кто старика завалил. Где мой брат?» — раздался за спинами возмущенный голос. Все разом обернулись, а Сандро поморщился от крика. «Почему никто не понимает, что ему... нехорошо? Почему никто с этим не считается?» «А вот и второй», — констатировал майор Мишаков. «Галецкий Николай Михайлович, собственной персоной, я так понимаю». В кабинет протиснулся темноволосый, взъерошенный человек. Он именно протиснулся, потому что был высок и широк в плечах, а дверь полностью не открывалась, мешал несгораемый шкаф. «Я Галецкий», — сказал высокий неприязненно. «Я не понял ничего. Я на работе, у меня эксперимент. И вдруг я должен куда-то срочно ехать, давать объяснение, что происходит. И при чем тут мой брат?» Тут он увидел Сандро, сгорбившегося на стуле, сбился и замолчал. «Вы присаживайтесь, Николай Михайлович», — пригласил майор Мишаков. «Разговор у нас будет долгий. С вами обоими разговор». «Вы что, били его?» «Как можно?» — перепугался майор. «Мы его по голове только и гладили, только и гладили. А вид у вашего брата неважный, потому что он вчера, видать, сильно упоролся, отдыхал, видать, и переутомился». «Ник», — прошелестил Сандро, — «принеси мне минералки. Там на кухне. И где Маргарита Степановна?» «Павлуш», — распорядился Мишаков, — «налей ты этому воды». Лейтенант не двинулся с места, как будто не слышал. «А вы паспорт предъявите, и вот на стульчик присаживайтесь. В ногах, правда, нет». Второй Галицкий хотел возразить, но не стал. Выволок из угла стул и неловко приткнулся рядом с братом. Майор Мишаков неторопливо полез в сейф, извлек из него толстую картонную папку и стал развязывать белые завязочки. Делал он это долго и сосредоточенно. Пусть понервничает, пусть. Ему сейчас только одно и остается — нервничать. Брат не в себе, выходит, этому Николаю Михайловичу одному придется весь вос тащить. Так что пусть попереживает. Самое время переживать. Николай Михайлович в самом деле нервничал, дергал шеи, облизывал губы, оглядывался по сторонам, время от времени взглядывал на брата, который трясся и качался из стороны в сторону на своем стуле. Мишаков развязал, наконец, папку и стал выкладывать на стол бумаги по очереди. Выложит, полюбуется, достанет следующую. «Что же вы так неосторожно?» Перестав выкладывать, неожиданно спросил он Галицкого, брата. «Нужно было подождать, покуда дедуля сам того отойдет. А вы поторопились, поторопились». По расчетам Мишакова, второй Галицкий после таких его речей должен был непременно взвиться на дыбы. Но тот лишь мельком посмотрел на майора, поднялся, в два шага оказался в углу, где на столике теснились стаканы и початые бутылки с минеральной водой. Он выбрал стакан почище, набулькал в него воды и сунул брату. Тот обеими руками принял его и стал жадно пить, проливая воду на бомбер. Все смотрели, как Сандро пьет. «Вам что нужно?» — спросил Галицкий, второй. «Говорите быстрее, мне надо на работу. У меня эксперимент, а я тут с вами. Вам вот этот человек хорошо знаком?» И майор Мишаков по одной, как игральные карты, выложил перед Галицким фотографии с места преступления. Фотографии были рабочие. Мертвое тело, сфотографированное криминалистом как положено, а не как показывают в кино. На неподготовленного человека такие снимки производят сильное впечатление. Вот это самое впечатление Мишаков и должен был зафиксировать и затем действовать в соответствии. Галицкий мельком глянул на фотографии, забрал у брата пустой стакан, отошел в угол и набулькал еще воды. Уселся, помолчал и сказал как-то на редкость убедительно. По этим фотографиям узнать человека невозможно, по крайней мере, я не берусь.